Привет-привет-привет, господа и дамы, с вами Морш, и снова дошли у меня руки до второго канала. Вернее, наткнулся я на игру, еще в процессе разработки я за ней следил, потом как-то новогодние праздники, а вышла она, по-моему, 1 февраля. Нет, января, 1 января, да, февраль-то еще не начался. Короче, вышла она относительно недавно, я знаю, что на нее уже есть модификации, я знаю, что есть она в раскрашенном виде, но мне кажется, именно черно-белая эстетика здесь будет рулить. В общем, это новелла. Новелла, как я понимаю, про детей в Советском Союзе и странной ебалее, которая происходит в их городе. Надеюсь, вам будет интересно, надеюсь, вы все это дело поддержите. На данный момент доступно 3 эпизода, вот давайте с первой начнем, посмотрим, какую историю нам расскажут, собственно, разработчики. Люблю я необычные игры в необычном сеттинге, надеюсь, зайчик меня порадует. Вот, погнали, новая игра. Да, джойстик здесь работает, поэтому переключать я буду джойстиком диалоги, вот, чтоб мышка вам не мешала. Ну, давайте смотреть, давайте смотреть, мышку спрячем. И как я понимаю, мои мысли здесь не будут озвучены, а другие персонажи с русской озвучкой, что очень даже приятно. Всю ночь ветер скребется в окно когтями. Он бродил по полям и завывал голодным зверем. Бесконечная песнь велась, словно веревка, сплетенная из самых разных тонких вкратчивых насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью, старых зданий, которые помнят сколько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазищами, дуплами и шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там, за кривыми деревьями, никого нет. Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение. Мне ведь уже 12. Но все же. Мне кажется, это морда лисы все-таки, а не зайчика. Ну, может быть, зайчик это я. И лиса представляет мне опасность. Ну, рисовочка сразу скажу приятная. Так, мама озвучена, убери книгу. Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, ссутулился весь. Убрать. Ну, убираем. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана-Варвара. А, Советский Союз, книга Конана-Варвара? Ладно, допустим. Все равно я прочитал одну и ту же строчку три раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье, а хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи, черного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилось. Комковая белая масса. Будто медуза из подводной Одиссеи Кусто. Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. Я бы сказал, что это, наверное, не Советский Союз, а скорее 90-й. Вот отсылки к рекламе, Конан. Но при этом, видите, старый радиоприемник времен Советского Союза. Ну и, в принципе, такие окна еще обычные, не пластиковые там условно. Чайничек такой тоже а-ля Совдеп. А ночью в холодном черном лесу. Ложка выпала из руки. Мама плеснула студеным взглядом зеленых глаз. Что я говорила? Я достану. Десятисекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина. Хах, это ж мамина имя. Видимо, это она в детстве накорябала чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была, мебель портила. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Напомнить ей о шалости? Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким вкрачивым голосом. Тайга особое место, детятка. Она к тебе присматривается, принюхивается. Блин, гляньте, бабушки даже бороду слегка нарисовали. Ну, рисовка мне дико нравится. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб и назвала его ласково, гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный, с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, каким и был при бабуле, только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие, неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и как хитрый зверек поглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндивевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Ну я что, говорил, что лиса. А я думал, сова. Где? Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанина из черточек, но если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом... Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Мать, мы лису рассматриваем. Да, да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. А, вот. Теперь и я не мог отыскать лису. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа, большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Мама, шутя, все просила папу. Ну сбрей, колешься же. Как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечал папа. Ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное. Самое убийственное слово на букву R. Развод. Разв... Не хочу даже продолжать. Мне кажется, это на самом деле, вот сейчас сделаю такое отступление. Мне кажется, это отсылка к сиянию Стивена Кинга. Вот. Там тоже главный герой, ребенок, очень боялся слова развод. Вот. Только казалось ему другое слово. Он не умел читать. Он считал, что это слово развод. Но на деле это оказалось слово убийство. Боюсь представить, что у нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова! Я же говорил сова! Опять ты со своей совой? А я думал, сова! Так ты же вчера мне верил! Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец твоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи. Возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Оля скачала со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза каждой величиной с яблока. В прошлом году бабаи в шкафу, сейчас сова. Но я же видела! Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например. Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Заскрепела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ох, этот взгляд! Как же неуютно под его прицелом! Папа лишь фыркнул и ушел, звеня с вязкой найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из русалочки. Это была затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто, их можно починить, или вот, склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную, и я остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели, или съеживала с клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. О, сова. А потом Оля привиделась это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна, и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные, извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц сияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах, сколько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы что-то случилось, не важно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только мечтают дать оплеуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительное, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чижаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стене. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно, вы не туда попали, или Антона нет. Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, належали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу. Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрепел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал с соседским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал на взрыв из квартиры многодетного семейства. В теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий и покладистый, тени отдыхают в углах, в паутине чуланов под лестницей, но ночью они просыпаются. Что-то смотрят на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Кряхтят половицы, стонут ржавые водостоки, чердак населяют гулки-сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия, пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра с поскрипыванием старого дома с моими мыслями. Наконец я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение, что никто не может играть там в холодные заснеженные ночи. Так, открыть. Там в поле кто-то танцевал. Это зверушки из мультика Happy Tree Friends. У них там кровавая оргия. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали, припадали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. У меня вспомнились истории о волках, играющих под луной, но это были не волки. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымали вихри снега, растворились во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Та-дам! Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю мощными прыжками, преодолевая расстояние. Она скользила, не оставляя вмятинах в русском Насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул кровать, успев рывком задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки за острившимися чертами лица, похожие на восковую куклу. А по ножкам стульев, на которых водрузили гроб, ползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушке и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля снова бы увидела своих внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу его, я шептал эти слова. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошарашила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Быстро-быстро скорбило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивая в нем кого-то. Мертвое к мертвому! Живое к живому! Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и застрелил взглядом межкомнатную дверь. Такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... Дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверей, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешеным. А страха меня свело челюсть. Мокрые пальцы, комкали одеяло. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостопах. Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась, тьма кишила в прожорливой пасте проема. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепивший углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь? Тоша? Вот сестра. Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был скликнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Страх только, что терзавший меня уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. А кто только что сосался под одеялом. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. Пойдем к тебе в комнату. Видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца? У меня это страшная птица. У спящей красавицы еще и семь гномов. Нет, это у белостежки. А у спящей красавицы кто? А я хрен его знает. Вопрос застал меня врасплох. Ладно. Меня тоже. Давай посмотрим золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма. И ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с саломой и глиной, с обрезанными седыми косами. Туша, ты идешь? Да, да, сейчас. Хуй, нахуй! Ва! Ва! Внезапный скример, блин, игра. Она просто ведет и ведет и ведет. Я не думал, что здесь вообще скримеры будут. Меня сажали? Или как? Или это что? Это кошмар. Наверное. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться на доле и это ее совой. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. А, так, паузу нечаянно нажал. Хорошо, продолжить. Мы ведь здесь никого не знаем. Настырные какие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. В шкаф, под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Туша, подойди-ка сюда. К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. Опа! Господа полицейские! Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Рыжий паренек лет восьми был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Да и из дома-то почти не выхожу. А может, видел в окно? Да. У тебя ведь окна, налез. Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд... Долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно сутурился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит? Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Серые глаза милиционеров вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты, малец, на племеша моего похож. Шустрый парнишка, твоих лет, с такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я, хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Ну, если это девяностые, то мы как бы в курсе, и мама не так уж не права, что вы хуже бандитов. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну, да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В шестом. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если... если узнаете, что. Милиционеры ушли, унося с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас там совсем одному. Там почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям. И что бы делали мои, если бы пропал я? Плакали, бились в истерике или обвиняли бы друг друга, как обычно, а со временем и вовсе забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так, бедный ребенок. Я взглянул в окно на дорогу. Милицейский уазик укатил к деревне. Ковыря расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут уже вспомнилась детские детективы из серии Черный котенок, которые я сам прочитал за лето. А что вот это за, блин, и мигает, что это? Словарь. Ёлки-палки, словарь. Бабаев, славянская фольклоре, ночной дух, уазик, советский, это я в курсе. Черный котенок, серия книг о современной российской. Понятно. Объяснение. Спасибо за объяснение. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Я на самом деле тоже какие-то в детстве детективы читал, такие в мягком переплете. Вот, но Черный котенок это был или не Черный котенок, я, если честно, не помню. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми, а после захватывающих приключений бац, и раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями, и должно быть, родители ими страшно гордились. Я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло, а почему бы не начать собственное расследование, а почему бы не залезть в пиздорез, ну как бы, логично, когда ты в шестом классе. Может, найду пропавшего мальчика, обрадуется. И не только Оля, мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки? Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву R? Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оли Тамагочи о себе плеер и много-много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда в последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется, тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелась в навязчивой песне. И вот здесь явно надо открывать информацию, что за песня. Бухгалтер. Песня советского комбинации. Понятно, папа был бухгалтером. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости. Один шоколадный батончик папа делил поровну. Мне и Оле. Скажем так, в 90-е бухгалтер не особо считал деньги. В 90-е бухгалтер первым садился. Это 100%. Бывало, я отдавал и свою порцию. Ну или его первого закапывали. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпелось скорее отправиться на поиски у них. Пойду погуляю. Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже пронеслось эхом по коридору. Да я рядом буду. В лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или с Олей поиграй. Какой портфель? Мать, каникулы. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. Открыть. Ага, так, а теперь у меня есть выбор. Можно на кухню, во двор или в подвал. Ну что, на кухне спорить с матерью? Ну какой смысл? Она меня пошлет во двор, не послушаться, мать. Ну, люлей получу, как бы. Давайте в подвал заглянем. Ну или в коморку под лестницей, вдруг там Гарри Поттер. Темная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Может быть, мать-то нюхает мышей? Ну как бы логично. Хобби у нее такое, фетиш. Ей ужасно не нравится, когда ее суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку. Она считает, что там живет Бабай. Я как-то пытался побороть ее страхи, отворил дверь, включил тускую лампу, мол, смотри, ничего нет, только паутина, папины инструменты и царапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи. Три, четыре, пять, я иду искать. И придет, скрипя, половицами. Робко надеюсь, что не придется соваться за мной в тесное логово страшилы. Я понял, короче, мы ее мы просто посмотрели, здесь у нас ничего интересного. Ну, тогда либо на кухню договариваться с матерью, либо сваливать и не договариваться с матерью. Я думаю, валим. Не прокатило. Понятно. Вариативность, в общем-то, на кухню. Других вариантов обмануть, открыть обратно. Так. Э, открыть, хорошо. Обратно, открыть. Не знаю. Давайте в холодильник залезем, посмотрим, что у нас тут. Обратно, открыть. В чем морозилке? Пельмени. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли. А теперь тут только суповой набор до слипшейся пельмени. Как же они осточертели. И информация вкидывает, типа, ребят, а вы знаете, что такое пельмени? Не, ну, явно эту игру собираются двигать на запад, ну, по крайней мере, авторам бы так хотелось, поэтому на западе, я думаю, некоторые люди не знают, что такое пельмени. Но при этом вон у нас лежит какая-то пара, пачка парацетамола, наверное, при этом с надписью на английском. Ну, такое, такое. Обратно. Ну, по сути, Дениска, у меня вариант это обмануть мать. Ну, давайте. Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мама резко изменилась в лице. Мне тоже так говорили. Хотя, оно вообще не так работает. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, Может быть, просто на стройке сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартук и хмурясь отправилась в комнату Оля. Ну, типа, сейчас я могу свалить, да? Так, наверное, до этого, ну, по логике, мне надо было сначала телевизор сломать, ну, чтобы мать там разбиралась на подольше, да? А потом сваливать. Ладно. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я видел те силуэты. Здесь они кувыркали, спрыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие. Отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной на снегу. И чуть слышно, слышно и шепоток в голове, неясный и почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось, уперлось в тупик, в частности, в частоколы сосен. Тишина порой бывает страшнее криков. Родители кричали друг на друга, а мы с Олей рекаменели, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступала оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. И уже вспоминалось с трудом, точно это было в прошлой жизни. Это когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. А когда целовались при Оле, она всегда морщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома, а что-то страшное заполнило образовавшуюся пустоту. Словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас. От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме, людей с ледяными как у мертвецов глазами. Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая о надвигающейся опасности, надрывалась сирена. Я вздрогнул, прогоняя наваждение и осмотрелся. Только я, это белое поле и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты пороша. Щурясь от солнца я осмотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен. Узловатые корневища змеились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Господи, я не знаю, кто автор, но прям вот пишет действительно, ну, как будто произведение, не знаю, века 18-го читаешь. Вот что-то такое. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Ну, типа, ребенок в шестом классе не может так мыслить. Тут виден почерк автора. И менты не смогли найти рукавичку. Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Защищают ли они лес? Или наоборот, удерживают нечто внутри? На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица среди изголодавшихся потемок. Может отнести ее милиционерам? Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напоминал мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улица разбитых фонарей». Ну, как выглядит этот персонаж, я знаю, я тоже смотрел этот сериал. Но, кстати, судя по рисовке, ни хрена он на Казанову не похож. Тот такой худой был, носатый. Такой же полной тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? Вова! Послышался далекий крик. Кажется, у реки. Вова! Словно сами деревья звали кого-то. Вова! Подхватили уже ближе. Там за деревьями кто-то стоял. Хоронился. Вова! Я понимал, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же. Было что-то странное в той фигуре. Я фигуру, правда, не вижу. В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле. В ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко захлопывало крыльями птица. От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Померещилось. Долго, очень долго оставила тишина. Так, мне еще какие-нибудь интересные скриншоты нужны на обложку. На самом-то деле. Мускулы мои были напружинены. Даже не напряжены, а напружинены. Ни хрена себе слово. Сердце хрохотало в горле. Любой шум. Малейший намек на движение. Щепоток из щеб... Шепоток из щебы. И я брошусь бежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку. Убежать, взять. Не, ну я не могу помереть сразу, правильно? Ну, вряд ли. Так, а как переключиться на варежку? Взять. Я принял решение снять одинокую варежку варежку с ветки. А там ебака ходит. Еще одна ебака. Воу-ва. Да не могу я сразу погибнуть, я не верю. Крика прокатился по полю и расселся вдали без эхо. Безнадежная на отклик. Ну, бери уже варежку. Я понимаю, очковато. Ну, а что поделать? Шагнув к ощетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я потянул сильнее, ветка хрустнула. Варежка с чавкающим звуком оторвалась от сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая, мокрая. Я невольно сжал ее и на снег тонкость трубе полилось что-то темное. Над сугробом заглубился пар. Кровь. Варежка с свежей кровью. Я замер с отвращением разглядывая ладони. Красная. Деск веток в торсе в наступившую тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто там чался из темноты, ломая оси не стремительно сокращая расстояние. Ноги вязли в стегу, в голове метались безумные мысли. Сейчас схватят. Сцапаю. Утащат в чащу. Навсегда. Но был другой голос. Наверное, голос разума. Он придавал сил, ускоряя бег. Ты сможешь. Не останавливайся. Позади раздался звериный рыб. Такой громкий, что уши заложило. Казалось, ручить не одна голодная, а целая стая. Тянет ноздрями в морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной. Что-то заухало, захрипело. Теперь руче рычали со всех сторон. Из сухого малинника из-за перекрученных елей из-под бурелома. Быстрей беги, не оглядывайся. Словно в дурном сновидении снежная поляна стала вязкой, как забучие пески. Я топтался на одном месте. Воровал ноги из рахленой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так делать? Я завопил от ужаса, сообразил, что это не снег, а что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок выскользнул из ямы. Подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки, оттуда помчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльев теней, от ползущих по снегам существ. Я споткнулся о порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапины, и я не заметил этих глубоких рыдвен. Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто за мной. Что если оно? Оно уже во дворе, а мама заперла дверь. Захлебывая страхами, я дернул ручку. Та покорно поддалась. Свалили. Я ввалился в коридор и тот же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали, то преследователи поднялись по ступенькам. У меня соскальзывали пальцы, никак не получалось защелкнуть замок. Стиснув зубы, я дернулся в железный набалдашник, загоняя запор в проемы планки. Я таращился на дверь. За преградой, тонкой и жалкой, бесполезнее одеяло кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом. Мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно? Тебе не ясно? В просьбе не хлопай дверьми. Я... Я случайно... Я покатился на дверь. Запах исчез вместе с ним и дыхание. Если там и вправду кто-то дышал, здесь, в пяти метрах от мамы, страх понемногу ослабевал. Таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Ноги подогнулись. Я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, какой была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние. Мои облепленные гроздьями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Я и для тебя пустое место. Я испугался, что она расплачется. Протянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блеснули сталью. Голос изозвенел. У вас есть сигареты пропали. Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь? Там... Там за мной кто-то гнался. Я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться. Слезы подступали к горлу. Мама склонилась и обнюхала меня по звериному, выискивая запах табака. Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор. И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой. Гляди, вон же они. Прямо у забора. Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей, и загонщики преследовали меня в поле. Я готов был поклясся, снаружи кто-то заскребся в дверь, точь-в-точь, как в моем кошмаре. Мама поманила пальцем, и я, кое-как набравшись смелости, взглянул в кухонное окно в лицо своему страху. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, барахтавшиеся в снегу. Собаки. Всего-то мелкая схвора о дворнях, без имени и хозяина, лишь изредка напоминавшая голодных страшил, живущих у кромки леса. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Мать, ты неадекватная, но вообще-то собаки нападают на детей, тем более сбившись в стае, даже дворняги. Мать, у тебя реально с головой, ебабо. Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Улыбка медленно исчезла с маминого лица, и теперь мама смотрела по-другому, словно впервые видела этих собак. Ой, ни хрена себе, то есть за девочку ты волнуешься, за пацана ты не волнуешься. Мать, ты реально ебабо. Мам, вот бы твой отец их всех перестрелял. Мама, они живые. А что? А будут мертвые. Ты уж определись, они тебе друзья или враги? Не маленькие ведь уже? Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно, да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паучьими тенетами угол. Мда, сыщик из меня никудышний. И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворнях. А ради чего это все сдалось мне это? Варежка. Ну, конечно. В руке чафнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался все это время. Не, ну не факт, что это его. Вот мой козырь настоящего детектива. Я поспешил предъявить улику маме. Мам, смотри, это Вовина варежка. Ну, того, про которого утром милиция спрашивала. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там могу показать. Давай в милицию скорее позвоним. Как нас участковый просил. Мам, гляди. Фу. На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия. Не, просто так, у сына варежка полная крови. Нормально, мать, все в порядке. Словно воспоминания о чем-то давно забытом. Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают. А ну-ка прекрати сейчас же. Оля тебя услышит, с ума сойдет. Она и так не спит. На все подряд жалуется. Еще и ты со своими шуточками. Теперь я видел, что мокрая варежка была от снега. Никакой крови. А тогда захотелось к вот землю провалиться. Иди сюда, паникер. Да не стой столбом. Вот, таблетку на. В мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминающая мертвую осу. Я уже пил сегодня. За завтраком. Попререкайся мне еще. Ага, судя по всему, у ребенка немножко крыша подтекает. Сказала, дома сидеть нет же. Был бы отец выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь. Тебе ведь в школу завтра. Пришлось проглотить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это была и не Вовина рукавичка. Может, и не рукавичка вовсе, как и чудовище из леса. И Олина сова. Я схожу с ума? Что со мной происходит? То ли таблетка подействовала моментально, то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх. Пришлось спокойствие, зевотное безразличие. Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам, просто задумался. Интересно, о чем же? Так, глупости всякие. Мама смирила меня подозрительным взглядом. Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка, на кафеле в ванной отпечатали следы чьих-то пальцев, лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, взглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус «Найди отличие». Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Яга. Я прошел мимо Олиной спальни и иркнул в свою комнату. Так, что у меня в комнате есть? Можно открыть ящик, ну и как бы все, да, есть рисунки еще какие-то. Так, открыть. Один из ящиков стола пустовал, туда я спрятал варежку. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать и только тут увидев за шторкой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гардиной оставался недвижимым. Интересно, что за колеса мама это ему всунула? Я не знаю, какие таблетки желтенькие. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно саван подумал я. А, точно саван. Ну это типа как роба. Простыня, короче. Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры, будто не человек, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. Тук-тук-тук стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел стоголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца засушали о карниз, когда я рывком отдернул шторку. Попался? Шутница. Да я сразу понял, что это ты. На фоне призакатного солнца надоленной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Уоля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну и солнечные лучи попали на улыбающиеся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. Да ну? Что ты спрятал? Вылетая маленькая мама еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украла, теперь прячешь? Ты вор? Что? Глупая. Ничего я не крал. А всплыл четкий образ варежка, висящая на суку. Вдруг я ее украл. У леса, у склонившихся силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь, тогда покажу. Да господи, это просто варежка. Оля заговорчески улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. Клятва, услышанная ей в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Не говори так. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это... чья-то варежка? Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял и сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Ну, без варежки логично. Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Кстати, вот женщина на самом деле логична. Типа, если он потерялся в лесу, то почему его искать не в лесу? Что хижина в лесу делает в лесу? Боится. Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознание. Проверяли ли они в самых потаенных уголках, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да, но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже для меня? Я сменил тему. Словно попытался отвезти Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам может награду дадут. Кучу всякого, как в поле чудес. Клево же. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных каких-то удивленно взрослых глаз. А что если эта сова его утащила? Ерунда. Не может сова поднять человека. Может, маленького человека большая сова. Ну вот что. Я тщательно подбирал слова. Вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то, как бы сказать, проклятый, что ли. Как в сказке? Нет. Скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Это порно. Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто догнался? Нет. Просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру и сердце обливалось кровью. До чего же она хрупкая? Как легко погасить этот свет. Не, ну стоп. Если она видела, как я валил, то она видела, кто за мной гнался или не видела? Ай, блин, зараза. Так, опять меня отправила в эту энциклопедию. Не надо мне в энциклопедию. Подует ветер и затужит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. Ага. А если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Тоша, пойдем Уладина смотреть. Усталость была сильнее желание побыть с сестрой. Меня одолела какая-то гнусная апатия. Вымотался я. Что-то не хочется. Ну пойдем. Мне скучно одно, а мама занята все время. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдем. Пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Утром расскажешь. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оль. Тогда нарисуй мне динозавра. Динозавра. Господи, младшая сестра походу это очень сложно. Хорошо, что у меня старшая. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Доставьте меня в покое. Слова сами сорвались с губ. Я даже опешил. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Годливость стыд заколокотали в груди. Что со мной происходит? Я запешил опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Я подошел к ней, положил ладонь на мягкие волосы. Пойдем. Питер Пену посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ура! Три пи сыре пупса! Ну, почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Только утром свежи привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. Так, включить телевизор, да, можно. У меня нужна тумбочка. Где тумбочка? Шведомашинка какая-то. Ну, включить, ладно. Старый телевизор фотон пылился в углу. Оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. Кинескоп нагрелся на черном экране привычно заплясал белый шум. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась и на мгновение вынырнула размытая картинка. Это был мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посредине. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло и нескольких секунд, как пейзаж снова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и то очень редко. А раньше я всегда смотрел роботек перед школой. Вот это было здорово. Может пошевелить антенну? Вдруг поймаю тот самый канал. Но с другой стороны, Оля попросила найти кассету, нехорошо будет опять ее расстраивать. И это сонливость, сил нет делать все с копом. Я прошестил полки, заставленные куклами и голубыми бегемотиками с киндер сюрприза. О, бегемотики у меня были. Мы с сестрой собирали. Так, мне нужно выбрать какую-то конкретную кассету. Нужная кассета нашлась по стертому голубому корешку. Я выдряхнул с коробки черный прямоугольник. Зашуршала пленка, перекручиваясь к началу. Ее шелест убаюкивал. В голове завертились образы. Мы с Олей летим над лесом, кувыркаемся на мягкой перине облаков. Сестра смеется, и я улыбаюсь, но улыбка с каждой секундой все натянутей. Я замечаю, что облака раздвинулись под нами, а внизу ощетинились сосны. Между деревьями хлопает болотистая тьма, а крылья уже не могут удерживать нас. И Оля в руках у сестры был поднос с криво нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Я протер глаза. На экране Венди убирала в комод тень Питера Пэна. Олю веселила мультяшная собака Нена. Оля намазала хлеб толстым слоем сгущенки и вручила мне бутерброд. Конечно. У Питера Пэна зубы молочные. Вдруг со взрослыми зубами тебя не пустят в его страну. что-нибудь обязательно придумаем. Попросим папу исправить тебе возраст в паспорте. С чего это папа будет документы подделывать? Оля куснула бутерброд и сказала с набитым ртом. Будет будет. Мама говорила, что он так делал. А я подслушала. Ну вот мы доходим почему бухгалтер свалил куда-то в тайгу жить посреди леса. Мягко говоря, его ищут. Смотри, уши вырастут как у дамба. Оля сполошилась, потрогала себя замочком. Я улыбнулся тайком. Сестра замолчала. Теперь она уминала хлеб, наблюдая за похождениями Пена, феи Динь-Динь и Джеймса Крюка. Словно действительно переместилась в сказочную небыляндию. Что греха стоите? И я частенько представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды. Я будто задремался открытыми глазами. В реальность вернул резкий окрик сестры. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Стараясь при этом не смотреть наружу, на пике сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь корябающие снег тени создавали впечатление, что сосны двигаются корябающие. Тоша, мама думает, что я напридуман образовываю. И папа считает, что раз я маленькая, это значит вружка. А сова есть. Вот честная пречестная есть она. Ты же мне веришь, что она там и каждую ночь прилетает и... Я порывисто взял Олю за руку, посмотрел в глаза, словно пытаясь передать ей каплю смелости и уверенности. Но если эти качества у меня самому... верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У меня хоть так хлопот по горлу, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится и в окно не смотри. Она хочет, чтобы я смотрела. Перехочет. притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Мы следили за приключениями Питера Пэна, будто не было ничего. Ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кусочку. Капитан Крюк улепетывал крокодила, капитан Пэн направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Олины веки слиплись, она засыпела, опустив подбородок на изголовье кровати. Я встал осторожно и покинул детскую. Я смотрел в окно, изучая поле, когда мама заглянула ко мне. Довольно баловства. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Простите. Не хочешь же ты, чтобы тебя все дразнили соней? Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Натянув одеяло под горло, я слушал, как бормочет дом, как в темных углах шуршит кто-то невидимый. Внутри голос задался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту. Да или нет. Возможно, я взослею и не могу до конца понять себя и свои желания. лес стернал за преградой стен. Что-то бесплодное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали. И ветер выл, и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и путанными. Я сам не заметил, как провалился в сон. И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Ну что ж, на этом, пожалуй, серию я буду заканчивать. Как раз примерно час она вышла. Вот. Как здесь сохраниться? Сохраниться можно? Так. Слот один пуст. Да. Сохраняем. И во второй серии мы пойдем смотреть на первый день в школе, на наших новых одноклассников. Ну и что они нам интересного? Ну все? Она сохранилась? Ладно, давайте два раза сохраним. Вот. Будем смотреть на наших новых одноклассников, которые явно во всей этой херне замешаны. Пишите в комментариях, как вам вообще игруля. Мне, по крайней мере, пока что заходит очень даже. За историей наблюдать интересно. Вот. Ну и, само собой, от лайков и всего остального я не откажусь, если вам не жалко. Вторую серию выложу завтра. Так что, далеко не разбегаемся, ребят. До новых встреч. С вами был Морж. Как всегда, пока, пока.